Итак, ты здесь, чтобы быстро узнать всё самое важное из новой инфы по следующему 15 сезону Destiny 2. Устраивайся поудобнее. Сезон начнётся 11 мая и пройдёт аж до конца лета, до 24 августа. Называться будет Сезон Сплейсер, как и сообщалось из утечек ранее. Нашим главным соперником станут Вексы, напавшие на последний город. Согласно официальному описанию, они погрузили последний город в бесконечную ночь, и мирная жизнь снова под угрозой. Икора называет имя того, кто знает, как помочь городу освободиться от мрака. Но согласится ли он стать нашим союзником? Конечно же речь о Митроксе. Митрокс Келл Дома Света возглавляет небольшую группу Эликсни, стремящихся к страннику. Он один из священных сплейсеров, и ему известно, как противостоять технологии Вексов, поглотившей последний город. Эликсни и Стражей связывают свет. Но достаточно ли этого? Задают вопрос разработчики. Это описание сюжетной завязки на сезон с официального сайта студии. Как и предполагалось, на главных ролях будут и Кора, и Митрокс, про которых многие игроки уже и могли даже незаслуженно забыть. Как будет разворачиваться наше сотрудничество против армии Вексов, узнаем через неделю уже. Также стало известно, что будет построено новое крыло в шлеме. Новом соцхабе, который появился в игре в этом сезоне. Авангард планирует разместить здесь новую технологию сплейсеров и составлять планы по защите от вторжения Вексов. Так что можно смело предполагать, что Митрокс, возможно, станет вендором в этом новом зале внутри города. Было бы круто, как считаете? В сезоне сплейсеров появятся и новые сезонные режимы. Например, Взлом. Это сезонная арена с подбором игроков на 6 человек. Там мы будем использовать технологии сплейсеров, чтобы взломать сеть Вексов и спасти город. Очевидно, что эта арена будет иметь ключевую роль в еженедельном повествовании, вроде полей сражений сейчас. Развернуться события арены, судя по календарю сезона, на разных планетах и локациях, точно так же, как арена доказательства сейчас. Плюс к этому добавится некая еженедельная миссия со сверхмощной наградой под названием «Удаление». Она представляет собой сеть Вексов, в которую мы будем проникать с помощью знаний, сплейсеров и их технологий. Внешне, по скринам и кадрам, это напомнило мне смесь подземелья «Откровения» и «Испытания Экзо» с Европы. Тоже всё в каких-то сюрреалистичных мотивах, ярких цветах и вот это вот всё. Конечно же, не забываем про рейд «Хрустальный чертог». Его история, к сожалению, не изменится и в нём, как и прежде, на Венере скрывается Атеон. Целиком Венеру не вернут, но зона высадки в рейд будет небольшим участком этой планеты из первой части. Сам рейд станет доступен уже 22 мая. Напомнили же, конечно, и про главную фишку сезона – скандальный синтез брони. Изменений системы после гнева игроков пока никаких не анонсировали, но мы надеемся, что важные исправления Трансмок-системы не заставят себя долго ждать. Своё мнение относительно этого я уже расписывал в своём твиттере, что с этим всем не так и как бы я это исправил. Кому интересно, прочитайте. Оружие. Что с ним? В общем, сезон принесёт 30 оружий, как новых, так и переработанных старых. Разумеется, включая тоже рейдовое оружие, например, Фейтбрингер из «Хрустального чертога». Показали и вот такие исключительно новые сезонные пушки, которые почти наверняка выбиваются в арене взлом. Плюс к этому, 4 экзота показали прямо сейчас. Пистолет, то есть сайдарм на стазисной энергии – это вторая пушка с новой стихией, надеюсь, она будет полезнее, чем гранатомёт. И, судя по трейлеру, он сможет замораживать врагов после накопления нужного количества стаков за убийство или за попадание в Крит. А также на каждый класс выделили по новым экзотическим штанам. Мы, конечно, рассчитывали, что нам всё же хоть как-нибудь тизернут ещё и Векс из «Хрустального чертога», но, видимо, это нам на сладкое. Сезонным артефактом станет подарок Митракса – «Рукавица Сплейсера». И вот, кстати, да, не стоит путать Сплейсеров и Сива, это не одно и то же. Так что не путайтесь, не заблуждайтесь. А ещё, судя по календарю, 10 августа нас ждёт некий эпилог. Загадочно, не правда ли? Что ж, на этом пока всё. С появлением новых подробностей я буду рассказывать обо всём, что нас ждёт на канале. Так что не пропусти, подпишись и будь на связи. Удачи!